Ребят, всем привет! У нас суета-сует, дети уже позавтракали, мы сейчас завтракаем и быстренько улетаем в город. У нас сегодня подписание акта приема передачи на дом. Вы видели, вчера мы уже загрузили документы в банк, вот в программу там определенную. Сегодня нужно подписать, отправить это все, чтобы люди получили третий транш. А мы получили акт выполненных работ. Да, и что-то мы еще будем делать, в общем, все увидите, все покажем. А сейчас мы быстренько-быстренько кушаем. У нас на дождь собирается, такая вот погода пасмурная, белье нужно поснимать. Мы то белье Боря вчера унес в палатку, благо у нас есть куда его уносить, оно там подтряхнет. Оно, в принципе, уже вчера сухим было, ну пускай еще немножечко постоит, а потом я его там сниму и разберу. Хорошо, что мы его повесили на это. Ну а на дождь собирается, пасмурная погода очень, затягивает, и вот 4 дня дождей передают. Ну вот такая погода прям хорошо. Во-первых, в ветерок нет ни комаров, ни мошки, потому что ветер их сдувает. А во-вторых, не жарко, понимаете? И не холодно, и не жарко. Вот прям такая погода, вот стояла бы, вообще бы хорошо было бы. Солнышко, конечно, тоже хочется, но если бы оно выглядывало на пару часиков, а потом хорошо снова было бы. Но, к сожалению, лето жаркое, вот, но слава богу, что у нас есть где прятаться. Сына, правильно? Есть где прятаться нам? Да. Да, есть где нам прятаться. У нас здесь так хорошо прохладно в этой хозпостройке, вообще красота просто. Есть где отдыхать, и там хорошо, прохладненько, мы там все открываем. И в доме можно на втором этаже, ребята сидят тоже. Да или в игры играют, или компьютер смотрят. Так что, слава богу, уже это не жизнь в палатках, а такая полупалаточная жизнь. Приехали мы в нашу компанию, которая нам строила дом. Будем сейчас с ними заключать контракт на строительство второго дома. Слух, рядом. Рядом. Один для родителей, трой для детей. Да, 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 да. Или для каждого ребенка, сразу в улицу такую шик забили. Еле припарковались, это точно. Приехали мы в МФЦ. Нужно подать на детские пособия, на единое пособие подать. Нам в этом месяце, ребята, не выплатили пособия на детей. Мы как-то протянем, конечно. Я уже говорила, потому что нет никаких ни кружков, ни поездок никуда, ни репетиторов. Но надеемся, что в следующем месяце нам за два месяца выплатят. И мы как раз на сентябрь оставим на репетиторов, на все, потому что там начинается уже учеба. Все лагеря мы уже проплатили в прошлом месяце ребятам, куда они там выезжают, летние лагеря. Все сплавы, все проплатили, слава Богу. На это денег хватило. Стараемся их везде отправлять, потому что дети растут. У них разные тусовки платные, разные эти. Мама нужно туда, папа нужно туда. А нужно то, нужно все. Дети растут. Поэтому нужно, чтобы денежка всегда была для детей. Но вот печалька. Не досмотрели, не усмотрели. Раз и не... И мы такие ждем. Ты знаешь, что мы в стрессе все обсмотрели. Это нормально, что мы пропустили. Вот это вот один из таких нюансов. Ну, короче. Едем подавать документы. Но у нас на 4 часа приема. Мы приехали сейчас в 2.30, да? Нет. Сколько? Три? Сейчас, подожди, Максим. Максим, подожди. Открылся. И это... Бери его за ручку. Ребята пошли занимать. Кабинку хотела сказать, слышишь? Кабинку. Короче, сейчас 3. А у нас на 4. Мы подошли только что талончик взять. Мы говорим, а раньше никак? Она говорит, нет, никак. Там такая очередь стоит, человек 20. По живой очереди. Пытаются попасть. Она говорит, нет, никак. Вот 4, говорит, вас вызовут. Так что целый час, Максим, игры, мультики. А мы будем общаться. Боря такой подходит, очередь стоит. Только что у нас такая ситуация казусная была. Я встала в конец очереди. А Боря через очередь, ну, наискосок, мне говорит, так ты пойди, что ты, говорит, стоишь в очереди. Иди к окошку, бери талончик. И говорит мне, а между нами стоит женщина. Она такая... А я через ее плечо. Да, мне. Я разговариваю с Борей, я понимаю, что он мне говорит. Она такая, мужчина, вы мне? Какой талончик? И стоит, говорит, я не могу понять, что от меня хотят. Что за мужик, да? Стоит, и мне какой-то талончик рекомендует пойти взять. Мужчина, вы не попутали? Вот. Короче, вот такая у нас казусная ситуация произошла. Ну, что, будем ждать. Сейчас без 24, нас раньше приняли на 20 минут. Танюша пошла. А мы с Максимом сидим, да, сына? Да. Будем маму ждать. Эй, красавчик. Будем маму ждать. Мы будем ждать маму. Мы уже дома давно. Мы уже все разобрали, что привезли. Уже дети давно играют. Покажу вам, сейчас пойду, какой шалаш они себе строят. У нас на дождь вообще все серое затягивает. Правда, сейчас 8 часов уже, но все равно 8 часов еще солнце светило. А сейчас такое серое, все как будто уже часов 10 на улице. Мы поедаем черешенку, привезли. И виноград. И виноградик. Да. Короче, в МФЦ не было когда говорить. Я спросила у женщины, говорю, а нам выплатят за предыдущий месяц? Она говорит, навряд ли. Говорит, не выплачивают. Это ваше дело, что сколько вы пропустили. Так что мы один месяц профукали детские деньги. Что, пойди и сними, какой дети шалаш строят. Не, не пойду. Я вот с окошка могу показать. Ну, здесь через сетку будет плохо видно. А какую сетку? У меня стекло есть. А, ну покажи, смотри, какой шалаш дети строят. Возле лесочка. Решили себе там шалаш сделать. Угу. Не знаю, видно или нет. Видно, видно. Я потом поближе покажу, когда уже построят. Ну, расстроите. Сидим и занимаемся бредячиной. Ну, нет, нуднять. Сидим и высчитываем. Какие же нам и сколько нужно подоконников. Все окна разные. Все окна разной длины. Подоконники будут разной ширины. На втором этаже будет по 15 сантиметров всего, потому что здесь очень маленькая площадь. И здесь нет смысла что-то вообще на подоконники ставить. Чисто вот ради красоты и там, не знаю, вазочку поставить. А на первом этаже все подоконники будут 30 сантиметров. Широкие, хорошие. Плюс каждому подоконнику нужно добавить по... Здесь по 10 сантиметров, там по 20 сантиметров, чтобы вот окно, а еще подоконник чуть дальше уходил. Ну, это и красиво, и так везде есть стандарт такой. И мы сидим и голову ломаем с полей. Поперемеряли все на всякий случай. Сейчас будем искать подоконники, короче, которые нам нужны. Начинается дождь. Боря греет душ. Пока греется дождь, дети мультики сейчас посмотрят. И потом мыться и спать, ребят. Дождь, я так понимаю, затянет на целую ночь. Тучами все затягивало. Затягивало целый день. И в Новосибирске, и здесь. Короче, по всему Новосибирску, вокруг Новосибирска везде дожди. Поэтому. И передают дожди на 5 дней. Так что, ребят, будем с вами прощаться. Покупаемся. Мы тут в Боре выбираем товары. Сидим, что нам покупать для Роа Мерлен. Вот так наш прошел день. Все тогда пока-пока. До новых встреч, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok